Добрый вечер, Леон. Добрый вечер, дорогие зрители, дорогие друзья. Мы находимся в очень непростое время, непростой период времени, напряженный и волнительный, поэтому я хотел бы попросить вас, Леон, пожалуйста, расскажите, что вы знаете, что вы думаете и каковы наши перспективы. Давайте немножко предыстории, чтобы дать этому толчок к пониманию сегодняшнего дня. В течение четырех лет пресса наша, то есть мидия, включая все газеты, телевидение, и социальные сети, неустанно твердили, что Трамп – это исчадие ада, что он вообще ничего и никогда не делает правильно, что он позор нации, враг Америки, шпион-марионетка Путина. Вся пресса, все время. Ну и, как мы знаем по принципу Геббельса, разработанного, когда ты повторяешь ложь достаточное количество раз, то оно, так сказать, в головах людей становится правдой, и реальность перестает играть роль, а начинает играть роль только та, так сказать, персепшн, как я говорил, ощущение реальности, которое сложилось в головах у людей. Отмыться от этого практически невозможно. Все слова Трампа перевирались, подрезались, подмонтировались, и, значит, его, сам его вид стал вызывать у огромного количества жителей этой страны, у тех, кто на самом деле есть большое количество людей, которые легко подпадают под вот такой гипноз агитации, есть небольшое количество, которое не подпадает, если, например, не слушают просто, да. Ну вот, так сказать, достаточно большое количество подпало вот этому гипнотическую, так сказать, действие этой агитации, и, ну, скажем, так сказать, даже детей в школе учили, что на свете самое большое зло – это, вот, так сказать, Доналд Джей Трамп, студентов, так сказать, которые там выступали за Трампа, или майку одевали за Трампа, или что-то еще, и сгоняли там с репетиции, отправляли со спортивных игр, выгоняли из студенческих организаций. Вот, мы все знаем, что за Трампа голосовало рекордное для республиканцев количество, скажем, черных, более 20%, совершенно рекордное, почти невозможное для республиканцев в истории республиканской партии количество латинов, где-то 30%, а где-то аж 40% было на каунте, в которой больше, в каунте это грабство у нас, в которой больше всего, значит, живут представители латинской, там, называется, там, мексиканцы, там, буритуриканцы и тому подобное, вот, так там, это каунте просто оно там на 35% отдало больше голосов в свое время Хиллари Клинтон, а с Трампом оно вдруг дало 5% голосов плюс Трампу, то есть, калатино проголосовали за него, несмотря на вот все вот это вот катавасию и постоянное ежедневное утверждение, что Трамп расист, что он там шовинист, что он антисемит, хотя этот человек, который больше сделал для евреев в Идраиле, сейчас додолго до того, как был президентом страны, уже не говоря о том, что у него половина семьи, так сказать, евреи, причем евреи такие традиционные вежищие, да, вот, тем не менее, несмотря на всю вот эту вот вонь, крик, 4 года постоянного совершенно напряжения, держа, так сказать, всю страну в состоянии, при котором что бы ни произошло, в этом виноват был Трамп, тем не менее, совершенно рекордное количество, то, что называется, меньшинств, оно проголосовало за Трампа, а когда такое количество меньшинств голосует за республиканцев, то нет варианта никакого, что победит демократ, просто никакого, так сказать, у нас где-то 13-14% латины, у нас 13-14% черных, и вот все они вместе давали, так сказать, там около 25-30% населения давали, все вместе давало это огромный толчок демократам. И в 2 часа ночи, 3 ноября, уже знаю, так сказать, весь феномен, что Трамп поднял невероятное количество людей, поднял меньшинство, поднял мужиков белых, поднял, я не знаю, там, необразованных домохозяек, поднял этих, поднял тех, то есть совершенно рекордное количество. И вот 3 ноября в 2 часа ночи Трамп лидировал в 6 штатах, которые, так сказать, сложившись все вместе, можно было бы сказать, что он получает, так сказать, где-то там 310-320 голосов, а надо 270, чтобы победить. Значит, вот первый шок пришел из Аризоны, в который мы абсолютно все знали, что в Аризоне постоянно происходит демонстрация о поводу Трампа, там висят флаги Трампа, там на улицах еют машины с Трампом, там вообще даже Байдена близко нет, пришел шок из Аризоны, что вдруг в Аризоне победил Байден. Что? Ну, практически невозможно, ладно, все прислили, ну, сказали, ну, хорошо, бог с ним, так сказать, осталось 5 штатов, как минимум в 3-х побеждает, а в 4-х, в 5-х во всех побеждает Трамп, он везде лидирует, значит, поэтому, ну, варианта никакого нету, да? И вдруг во всех этих штатах в один и тот же момент прекращают считать голоса. Во всех штатах, а все эти штаты, они руководимы демократами, причем много-много лет там во главе демократы, там, губернаторы, там, и мэры, и генеральные прокуроры, там, и прочее, и прочее. Все, все демократы. Вдруг во всех, это беспрецедентно, такого не было еще никогда в истории Соединенных Штатов Америки, чтобы вдруг в одном месте, а тем более, так сказать, в 5 штатах, вдруг прекратили, где-то в районе 2-3, 2-3 часа ночи, по нашему времени, там у них уже утро было, вдруг прекратили счет. А дальше стали происходить чудеса. Скажем, вот в графстве, значит, в Ферберг, не помню сейчас, это в Вирджинии, сообщили, что они вдруг нашли, еще раз, что они вдруг нашли совершенно непонятно, каким образом, что 100 тысяч голосов, записанных на Трампа, должно было быть записано на Байдена, и они их переставили. То есть, получается, минус 200 сразу же тысяч, да? Значит, что сразу же послало какие-то волны очумения по всей стране. В 3.30 утра в Висконсине, мы пока, они прекратили почему-то считать, и вдруг начали находить какие-то вещи. Почему они прекратили считать именно в Штатах, в которых лидирует Трамп? Значит, обнаружилось 112 тысяч бюллетеней, о которых никто ранее не знал, и когда их открыли и стали смотреть, то выяснилось, что 100% этих бюллетеней за Байдена. То есть, опять по статистике, такого просто не бывает. Но не бывает такого, чтобы 112 тысяч человек подряд, бюллетеней, да еще и потерявшихся, и вдруг нашлись, и все 112 тысяч за Байдена, да? Значит, дальше. Невада сообщает, что прекращает подсчет голосов до четверга на два дня. Почему? То есть, каждый штат как бы теоретически имеет право действовать своим образом собственным, каким он считает. Он должен просто посчитать и предоставить количество своих голосов, так называемых выборщиков. Но такого не происходило за всю историю Соединенных Штатов Америки. Мы же не Венесуэла, да, так сказать. Мы не Че Геварра там, так сказать. И не там, кто там у них там сидит в какой-то очередной банановой республике, да? Вот. Мичи, да, значит, почему-то, вот прекратив подсчет, вдруг под утро, они вдруг его возобновили, посчитали 400 тысяч голосов, то есть 400 тысяч бюллетеней, сообщили там, в какой-то пропорции они за Байдена и, так сказать, за Трампа. Выяснилось, что в такой пропорции, что Трамп сразу стал проигрывать там в этом штате. Но самое интересное, что они закрыли двери и окна, не допустили туда ни одного наблюдателя из республиканской партии. А когда те что-то узнали и прибежали, то они фанерой изнутри заколотили окна. Хотя по закону наблюдатели обязаны быть прямо, что называется, за спиной и дышать, тебе погодаться, сказать, что они могут в любой момент остановиться, сказать, ну-ка покажи мне, я там покажу вам не то. Значит, 400 тысяч голосов было просчитано утром, когда сказали, что больше считать не могут, все наблюдатели ушли, и они вдруг начали их считать. В штате Мичиган в 4.30 утра, уже теперь, еще позже, да, нашли 138 339 бюллетеней. Все 100% за Байдена. То есть в одном 100 тысяч сказали, ой, мы ошиблись, и просто в компьютере перекрыли из колонки А в колонку Б. В другом нашли 112 тысяч голосов. В третьем посчитали 400 тысяч бюллетеней без того, чтобы республиканцы там были рядом. А в четвертом вдруг нашли 138 339 бюллетеней, 100% за Байдена. Трамп начал по Твиттеру оповещать своих поклонников, своих последователей об этом. Твиттер перекрывает его Твиттер. То есть у нас есть президент в стране, глава страны. Его отрезают вообще от коммуникации с его последователями. То есть президент остался без связи со своими избирателями. Это даже не попирание к законам. Это какой-то удар по 1, 2, 3, 14, всем поправкам к нашей Конституции. Значит, и рано утром в среду во всех этих штатах преимущество Трампа рухнуло. Количество выборщиков у Байдена, а выборщики – это количество голосов от каждого штата, когда сразу складываются. Чтобы победить, нужно 270. Байден вдруг рванул, у него стало 264, и у него осталось только 6. Значит, если он еще получит 6 голосов, то он станет президентом Соединенных Штатов Америки. А у президента замерло с того момента, как он побеждал во всех штатах, и осталось 214. У него было уже должно было быть 300+. Осталось 214. Штат Невада, в котором, как я сказал, считали 400 тысяч бюллетеней без того, что там был хотя бы один республиканец присутствовал, уже бывший генпрокурор, который член избирательной кампании в Неваде Трампа, уже заявил, что они срочно подают суд, что их людей просто выталкивали, обманули, послали домой, как я уже сказал, заколачивали окна фанерой, и что-то такое проделывали, что теперь, к сожалению, невозможно, какие-то варианты нам без этого вылезти. Значит, в это же самое время социальные сети абсолютно полностью перекрывают всю информацию, которая может поступать от людей Трампа о том, что происходит, не дают им писать ничего хорошего о Байтоне, Бутампе, и ничего плохого о Байтоне, и вообще ничего о той ситуации, которая у нас сейчас происходит. Вот у нас, значит, существует сегодня несколько штатов, в которых до сих пор еще идет подсчет. Этот подсчет должен был прекратиться уже ночью, под утро сегодня, всегда. Почему? Всю историю США, включая прошлые выборы, перед прошлыми выборами и прочее, мы могли посчитать до утра среды, а сейчас не можем. И нам говорят, что до пятницы вообще не посчитаем. А в штате Пенсильвания вообще целую неделю они будут ждать, а вдруг еще какой-то придет, значит, неизвестно откуда взявшихся бюллетеней или сто тысяч бюллетеней. Вот штат Невада, у них шесть голосов, если они сейчас, значит, считают эти голоса как выигрыш Байдена, на то формально Байден становится победителем. Будут еще всякие, так сказать, юридические, естественно, вопросы и попытки подать в суд и тому подобное, но с точки зрения комитета, комиссии по выборам Соединенных Штатов Америки, Байден становится победителем с 270 голосами и, может быть, смотрит на то еще больше. Пенсильвания, в которой все время лидировал Трамп на огромное число, на полмиллиона человек. Сейчас он продолжает лидировать, но чуть-чуть, чуть-чуть. Значит, Норст Каролайна был огромный, Северная Каролина, огромный отрыв Байдена, Байдена, Трампа, невозможно было догнать его. Бум, Трамп лидирует, ну, совсем буквально на крошечки на какие-то. В Аризоне, как я сказал, он лидировал, лидировал, друг Бам, и нам сообщили, что выиграл Байден. В Мичигане, значит, тоже, кстати, выгнали обозревателей со счетных залов, просто выгнали. Вы больные, вы там дышите, вы размахиваете руками, вы можете нас всех заразить. Взяли полицию и выгнали из этого зала и стали считать без них, то есть без обозревателей. То есть, опять, такое ощущение, что мы в какой-то банановой республике находимся. Значит, все СМИ месяцами нам лгали о том, что отрыв Байдена такой огромный, что вообще даже близко Трамп ни к чему не приблизится. все, абсолютно все нетворкс, то есть, все сети телевизионные, все газеты, все журналы, все социальные сети, все нам рассказывали, что в одних штатах шесть, а в других аж доходит до семнадцати. Вот в Висконселе нам сообщили, что у Байдена семнадцать процентов выигрыш, а выяснилось, что Трамп его выиграл. Я не знаю, что они сейчас уже посчитали, может тоже перевернули, но на тот момент, когда я последний раз смотрел, он его выиграл. То есть, нам лгали нагло смотря в лицо сотни и тысячи людей, которые называли себя исследователями, расследователями, средствами массовой информации, журналистами, политинформаторами, там и тому подобное. Даже если Байден выиграл вот с тем абсолютно минимальным, страннейшим преимуществом, ни о кого отношения к семнадцати процентам разгрому это не имеет. Вот последние три месяца вся пресса блокировала любую информацию, мешающую пропаганде демократов. Я последний раз слышу, видел это в Союзе Советских Социалистических. Я не видел этого, я возвращался, так сказать, приезжал туда-сюда при Ельцине, при Путине, там, так сказать, Горбачева я уже почти не застал, но тем не менее, вот все это время была какая-то пресса, ну там последние годы, так сказать, мы давили на прессу больше ее нету в России, но я не о России сейчас, я о том, что здесь сейчас у нас последние четыре месяца было хуже, чем в Советском Союзе. Там хотя бы каким-то, я не знаю, там, голос Америки можно было доверять, а сейчас я выступаю на голос Америки, как только начинаю что-то говорить, меня тут же прерывают и говорят, вы уже достаточно сказали, пусть говорит ваш оппонент, а я только начал говорить. То есть, даже голос Америки ему уже верить нельзя, даже на русском языке. Вот, так сказать, вот у нас ситуация, которая на сегодняшний день, и чем она, я заканчиваю сейчас, чем она, так сказать, будет продолжаться, это, как я понимаю, значит, либо Трампу, значит, Неваду отдадут, как я понимаю, Байден, но он сразу же автоматически станет, как бы, претендентом, он станет автоматически президентом, еще пока можно его, так сказать, не допустить, как-то, да, но это полностью перекроет возможность Трампу выиграть хотя бы один штат, который вот сейчас, так сказать, еще не посчитан, и, так сказать, дальше Трамп будет обязательно подавать в суд, вот по всем этим поводам, о которых я говорил, есть округ, я сейчас не помню какой, в котором, скажем, живет там 118 тысяч человек, да, а там проголосовало живущих там 124 тысячи человек, то есть, значит, какие есть варианты, есть несколько вариантов, либо каждый человек голосовал по нескольку раз, либо там голосовали мертвые, уехавшие давно в другие штаты, другие эти самые, либо какое-то большое количество людей сначала послало бюллетени, а потом пришло, проголосовало вживую и тихонечко их засчитали и там и там, да, вот, так сказать, варианты, которые предполагаются. Как это можно выяснять, как это можно выводить на чистую воду, я не знаю, наверное, есть какие-то способы, но, честно говоря, после всего того, что происходило, и то, что я вам рассказываю, ощущение того, что мы живем в свободной стране, что в этой стране есть право голоса у каждого, что каждый голос учитывается, что у нас есть первая поправка к институции, что у нас вторая поправка к институции и тому подобное, такое ощущение, что этого всего нет, просто нет и все. Спасибо огромное, Леон. Просто вот, так сказать, вам в масть, если можно сказать, сообщается, что сообщается вот буквально в данную секунду действительно о том, что есть в Мичигане жалобы на irregularities. в данном случае идут они и не только в президентских, но и в местных, на местных выборах. Ну, естественно, конечно, конечно, они же, если они уже жульничали, они жульничали не в одном пункте. Это то, что я вижу на Fox News. И то, что я вижу тоже главное, да, это то, что буквально минуту до, вот до того, как я сейчас говорю, буквально за несколько минут, тот момент, когда уже начали говорить, сообщалось о том, что Biden-Harris transition team выпустил веб-сайт, то есть они went off the air, goes live, even as election remains undecided. То есть, значит, когда Biden-Harris объявляют, что вот у них начался transition power, то есть они объявляют о том, что они забирают власть. Так сказать, это такого рода был здесь ананасмент. Относительно этих штатов, вы все сказали очень, вы искали важнейшую, конечно, информацию, и я уверен, что ее будут поднимать на судах, но с точки зрения того, что происходит, действительно, например, в Джорджии, в которой лидировал Трамп, там все переворачивается, и опять-таки, вот сегодня вечером, даже мы можем какие-то еще узнать, у меня будет ночь, у вас вечер, какие-то могут быть там изменения, Джорджия, которая, казалось бы, Трамп забирает, Мичиган, Висконсин, в которых Трамп лидировал, все перевернулось, в Филадельфии, то есть Пенсильвании, прошу прощения, с огромным отрывом лидировал Трамп, и сейчас они тоже говорят, да, в оставшихся голосах будет значительное преимущество Трампа, то есть, Беннина, прошу прощения, то есть вообще говоря, не знаю почему, потому что можно давать разное объяснение, но я бы даже сказал так, понятно, что если воруют, да, если это действительно неправда, и Трамп обратится в суд, и начнутся суды, я не знаю, что будет это означать для переходного, так сказать, этого правительства, возможно, что Конгресс, Сенат, должны будут вмешиваться, принимать какие-то решения в дальнейшем, слава богу, Сенат в руках республиканцев в любом случае, вот, но если, как мы предполагали, пришел бы к власти Трамп, или его власть продолжилась, мы, в общем, знали, как мы будем жить, поэтому я хочу задать как бы следующий вопрос, и, собственно говоря, два вопроса, давайте два сценария, вот сценарий первый, который я упомянул, что же будет, если Трамп, его legal team, то есть его юристы оспаривают результаты в суде, или на суде, и второй момент, если им это не удалось, и поэтому мы как бы смотрим в далекую перспективу и думаем, что же мы в Америке будем делать, как вы это видите уже, как бы, если это, если мы обречены, если мы ничего не можем сделать. Смотрите, нам даже гадать не нужно, нужно просто залезть на веб-сайт, который называется Bold Ideas, то есть смелые идеи Байдена, в котором составлял не он на самом деле, а целая группа людей во главе с Вернис Андерсом, который коммунист, он называет себя социалистом, он абсолютный коммунист, друг Советского Союза, друг Кастро, считал, что в Венесуэле он считает, что прекрасно все, лучше значительно, чем в США. Значит, и кроме Bold Ideas надо еще залезть в то, что они нам обещали, то есть лидеры демократической партии обещали, что они сделают, так сказать, когда они придут к власти. Во-первых, они сказали, что они набьют Верховный суд, то есть увеличат его состав. Значит, 130 лет состав Верховного Союза это 9 судей. Они сказали, что потому, что в нем сейчас оказалось слишком много людей, так сказать, неприятной им идеологии, то есть люди, которые исповедуют настоящую конституцию, конституционисты, то они добавят туда еще 6 человек, причем все эти 6 будут оголтелые, значит, красные коммунисты, называйте их как угодно, социал-демократы, демократические, фашисты или как-то еще. И таким образом Верховный суд станет из организации, которая сравнивает законы с конституцией, выносит вердикты о том, это конституционно или нет, оно будет выносить свои вердикты, исходя из того, что хорошо для пролетариата или для черной расы или для чего-то еще. То есть у них будет какая-то, у них есть идеология, Верховный суд тоже будет подчиняться этой самой идеологии, потому что, как я уже сказал, большинство таким образом окажутся там идеологических, а не судебных людей. Второе, они хотят, у нас сейчас 50 штатов, они хотят добавить, разбить Калифорнию на три штата и сделать, то есть добавить два штата сюда, для чего нужно разбивать и добавлять штаты, потому что Калифорния очень либеральна и это означает, что четыре новых сенатора, дополнительных двум, будут тоже калифорнийские и тоже очень левые. И кроме того, они хотят Пуэрто-Рико превратить в штат и тоже получить, то есть сделать у нас 53 штата и так как образом добавить шесть демократических сенаторов, для того, чтобы сенат тоже перестал быть республиканским, а стал демократическим. Ну и, значит, соответственно, когда у вас прибавляются сенаторы, там, так сказать, идет пересчет всякий, связанный с Конгрессом, то есть и Конгресс тоже будет меняться. Что это значит? Это значит, что они планируют, совершенно открыто, и говоря об этом, они планируют сделать так, чтобы все три ветви власти наших принадлежали одной партии и для того, чтобы они принадлежали надолго этой одной партии, они планируют вот 15 миллионов нелегалов, которые сейчас находятся в стране, сделать гражданами с правом голосовать. То есть, дать им право на голосование с тем, чтобы к следующим выборам через четыре года они пришли уже, имея право свой голос давать. Ну, понятно, что принцип левых и демократов всегда это берешь каких-то людей, объясняешь им, что они обижены, объясняешь, что их не додали, говоришь, вот мы, вы вам даем пособие и прочее, если придет другая партия, то она у вас эти пособия отберет, а о том, что вообще другая партия может рабочие места организовать, об этом, как бы им не рассказывают. И таким образом, так сказать, озверевшие там черные, там какое-то количество мексиканцев, латино и тому подобное, какое-то количество белых, бедных, они безумно боятся, что их снимут с этих пособий, и, так сказать, они останутся без разбитого корыта, голодные и несчастные, и поэтому бегут и голосовать, голосуют за демократическую партию. В политике мировой, значит, опять, что они говорили, а не то, что я придумываю, а восстановить посольство Палестины в Соединенных Штатах Америки, перестать помогать Израилю и вообще любую кооперацию с Израилем, пока Израиль не разделяет свою страну на две части, и Иерусалим тоже на две части, и, так сказать, не организовывает так называемого палестинского государства на части Израиля, включая половину Иерусалима. Значит, если Израиль на это не идет, и пока он на это не идет, никакой помощи ни политической, ни, так сказать, ни юридической в ООН, ни военной, ни денежной, так сказать, и тому подобное, которая очень плотно установлена. они ничего не говорят по тому поводу, что они сделают с договорами, которые сейчас Израиль подписал с арабскими странами, но я подозреваю, что они им скажут, что это вам Трамп обещал вооружение, а мы вам вооружение отдавать не будем, если вы будете, если вы не расторгнете договор с Израилем. Все может быть, но за это не гарантируют. Значит, они собираются вернуться в Парижское соглашение, что означает, что они хотят к 2100 году, если все-все-все, что написано в Парижском соглашении будет выполнено, они рассчитывают, что к 2100 году они смогут на 0,5% понизить температуру, это по Цельсию. То есть, если мы огромные усилия делаем в течение 100 лет и тратим триллионы долларов, перекачивая их из Америки в Африку, там в другие отсталые страны, то они надеются что к 2100 году температура понизится на 0,5 градусов. Что, как вы понимаете, прекрасная, так сказать, идея, но не совсем та, из-за которой я бы хотел триллионы долларов, которые забирают у меня у вас своих детей и тому подобное, пересылать в Африку. Дальше, что они собираются делать, они говорят, что в Центральной Америке есть три страны, из которых Сальс-Сарвадор, так сказать, и т.д., в которые к нам все время идут караваны несчастных людей. Так вот, чтобы они не хотели к нам идти, мы будем передавать им, инвестировать в эти страны миллиарды долларов, чтобы создать у них такую хорошую жизнь, чтобы им не захотелось переезжать в Америку. Это не мои слова, это то, что написано в «Болт Ай-Диас» вот у этого слова, у нашего близкого друга Байдена. Я хочу добавить еще одну идею, которая меня, честно говоря, пугает больше всего. Он заявил, что он вернет соглашение с Ираном. Да, значит, мы сейчас доходим до Ирана, извините, ведут иранское соглашение. Да. То есть, он немножко уже с этим опоздал, потому что Китай уже подписал с Ираном соглашение по закупке всей нефти, и Китай уже теперь будет командовать аппаратом. Я имею в виду ядерное соглашение. Ту ядерную сделку, которую отменил Трамп. То есть, переводить на русский язык через, значит, если Иран пять лет еще не будет разрабатывать ядерное оружие, то через пять лет он будет отделан законно и с помощью Америки. Теперь, значит, Байден собирается, не только Байдена, его люди, сокращать добычу нефти, газа и угля, запрещать добычу их на так называемых федеральных государственных землях, отнятие довольно большого количества лицензий на пракинг и тому подобное. И таким образом в таких местах, как штат Пенсильвания, штат Техас, штат Северная Дакота, штат Монтана, они практически превращаются в нищих, потому что вся их экономика строится на добывании ископаемых, на переработке, на энергии, на продаже энергии и тому подобное. И работы, которые Байден собирается забирать у нас тоже из наших увеличенных значительно налогов и передавать на то, чтобы создавались новые панели солнечные, новые ветряные мельницы, это будет делаться в штатах типа Калифорнии, которые голосуют за демократом и которые будут развиваться. То есть иными словами, вот то, что у нас произошло с Детройтом, когда им стали править демократы, полное разрушение города, отъезд центра города всего населения и тому подобное, обмещание, дикий совершенно взрыв постоянных преступлений, убийств, наркотиков и тому подобное будет происходить во всех этих штатах, потому что им нечего будет у них, будут как с углем перед приходом Трампа, как шахты и городки рядом с шахтами опустили, там оставались жить 10% людей. То же самое будет происходить во всех этих штатах, то, что связано с нефтью и газом. Места будут, как я бы сказал, рабочие переводиться в Калифорнию, а из-за того, что мы не будем выбрасывать в мир довольно большое количество нефти, даже из-за того, что мы покупать перестали, то цены мировые на нефть начали падать и сегодня они между 30 и 40 долларами за баррель легкой нефти. А я думаю, что достаточно скоро, через год, через два, этот же баррель будет стоить 70-80 долларов. И Россия, и Иран, и Северная, и Венесуэла, Саудовская Аравия, там, и прочие страны, они будут получать взрывно в два раза больше дохода. и Россия снова сможет захватывать соседние страны, вооружаться, платить убийцам, террористам и тому подобное и, так сказать, обратно в нормальный оборот. И я думаю, что подомнет под себя Украину, Грузию, возможно, Латвию, возможно, Молдову, может, кого-то еще. Чего они нам захотят, то они и сделают, потому что мы, конечно, невероятно ослаблены. А еще не забудьте, что у Байдена и сын, и брат, и похоже, что он сам очень серьезно замазан из Китая. Это та информация, которую средства массовой информации держали в тайне от населения Соединенных Штатов Америки, но она страшная. Потому что, если это так, то на Байдена есть огромное количество материала для шантажа у китайцев. Возможно, что у украинцев и совершенно точно, что у русских, потому что непонятно из-за чего, Байдену-младшему стали платить в общей сложности 3,5 миллиона долларов, пересылали, так сказать, якобы от имени жены, значит, этой самой жены вдовы уже Лужкова. Значит, вот все это вместе означает повышение цен на нефть, уход Америки из, опять превращение Америки из нефти, экспортера и энергоэкспортера в энергополучателя. Огромные деньги будут вкладываться в электрические батареи, а уже посчитано, что для того, чтобы, так сказать, заменить нефть, Байден собирается сломать 2 миллиона зданий на территории Соединенных Штатов Америки и перестроить их, это он сказал во время даже дебатов с Трампом, он это сказал, не то, что это тайно, сломать 2 миллиона зданий и перестроить их с тем, чтобы там была энергия от Солнца. Во-первых, это абсолютное безумие, никогда не ломай то, что хорошо работает. Во-вторых, сломав эти 2 миллиона домов, на осколках самовластия, мы потом напишем наши имена, но как их потом строить обратно, никому не понятно. Потому что, для того, чтобы заменить всю нефть в Америке, надо 27% территории Америки покрыть солнечными батареями. Вы себе представляете, четверть Америки покрыта солнечными батареями, которые все время ломаются, все время отключаются, все время что-то делают. И это стоит совершенно каких-то фантастических денег. Ну и последняя вишенка на торте, это нам рассказывают, что к 30-му году у нас будет 100% автомобилей и будет теперь на электричестве. И делается это исключительно для того, чтобы автомобили не выбрасывали в воздух газы. Так вот, уже посчитано. Значит, электрический автомобиль, проходя одну милю, выбрасывает там 350 граммов, скажем, так сказать, этого самого газа в воздух. Для того, чтобы шел электрический автомобиль в милю, надо, чтобы при обработке электричества, при перегонке его, при аккумулировании, а потом переделке его в механическую и прочее, потратило бы 1300. То есть, в три раза больше газа, вот этого, карбон, диоксайда и прочее, и прочее, выкидывается в воздух для того, чтобы одну милю проехал электромобиль. То есть, нас обманывают опять. Вот я к чему это говорю. Нам все время рассказывают какую-то билиберду, а когда ученые, как-то нормально, говорят, ребята, что вы говорите, такой, их затыкают, не дают им просто твиттеры, фейсбуки и тому подобное, их отлавливают, их вычеркивают, не дает им распространяться. А их коллеги тщательно, старательно выгоняют их с работы. Так что, совершенно замечательную страну нам организовали товарищи демократы за последние 20-30 лет. Леон, в смысле хороших новостей все-таки, что сенат республиканцам удалось удержать, потому никакие изменения Supreme Court с Верховным судом американским они не смогут единовластно сделать. И я думаю, что во многих других вопросах все-таки будет сильная позиция. В частности, например, даже у нас здесь в Бруклине в Стеттен-Айленде была избрана республиканец в Нью-Йорке конгресс-вумен. Представляете себе? То есть никакого разгрома в Конгрессе не произошло, никакого разгрома в Сенате не произошло. И это на фоне коронавируса и экономического спада и, в принципе, emergency situation, то есть это, в принципе, невероятные сложности проблема с эпидемией, с экономикой в стране, когда все недовольны, но, тем не менее, явно страна разделилась, споляризовалась. И все-таки два, я бы сказал, оптимистических вопроса я хотел вам задать, прежде чем мы двигаемся дальше. Вы видите какой-то шанс победы Трампа все-таки? И второе, даже если он проиграл, вы видите, каков будет ваш план? Мы же не будем сдаваться, правда? Как вы считаете, или республиканцы, как мы с вами, как люди, которые хотят, чтобы Америка продолжала существовать, будучи стоящие на американских ценностях, у нас он должен быть план. Поэтому первый есть план. Сейчас осталось практически пять штатов, в которых важно, чтобы этот подсчет произошел, в том числе Пенесильвания, Невада и тому подобное. Мы уже говорили обо всех штатах, не буду. Если во всех этих штатах выигрывает Трамп, то у него 274 голоса. Раз. Но представить это очень сложно, потому что Неваду они уже ведут и показывают нам, что у Байдена якобы отрыг. А это как раз шесть голосов, которые делают крышкой, закрывают все. Это первый вариант. Второй вариант. Набирается достаточно много свидетельств о том, что происходило во время выборов для того, чтобы Верховный суд принял к слушанию. Не обязательно, что они примут, они сначала будут разбираться. Уже это дело очень такое серьезное. Это дело за президентство может достаточно долгое время занять и тому подобное. И просто решить продолжать считать, не продолжать, как это было с Гором и Бушем. Один раз была такая история, но там была достаточно простая. Продолжать пересчитывать или в какой-то момент остановиться. Тут разговор идет о, если это все правда, то о невиданной по масштабу кампании по дезинформации, подлогу, обману, фальшивки, которая включала в себя несколько лет постоянных нападок, потом полное омолчание, blackout нашей прессы и социальных сетей. Представляете, какой по мощности это должен быть заговор, чтобы это все одновременно, чтобы президенту перекрывали способ общения с людьми. То есть, за это раньше расстреливали, по-моему. Ну, хорошо, представим себе, значит, что, а, не выиграл Трамп эти вот все штаты необходимые, Байден получил там 270 плюс голосов, обратились в Верховный Суд, Верховный Суд там что-то такое, вынес решение, что, да, может быть, но, тем не менее, считать выборы существующими, и Байден наш президент. Значит, что мы будем делать? Одну поправочку я внесу по поводу вашего, так сказать, Сенат у нас, по-моему, на один, или то ли у нас 51 место, то ли у нас 52 места, я пока не разобрался. Так вот, мы видели много раз, как легко находится человек, который за что-то очень ему нужное или очень чего он боится, он продается. То есть, перевернуть одного человека достаточно несложно. Вот. Теперь, дай бог, чтобы этого не произошло, но политики все, они думают о себе больше, чем они думают о чем-то другом. Теперь относительно дальнейших действий. Значит, я думаю, что демократы, боясь, что Трамп может пойти на следующих выборов снова на выборы, будут делать все возможное, чтобы его засудить, открыть сто на него судов и на всю его семью и сделать все возможное для того, чтобы их завязать в судах и в чем-то обвинить и там даже посадить, либо чтобы они, что называется, вынуждены были бежать из Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что им скажут в какой-то момент, что, так сказать, либо вы уезжаете, либо вы садитесь. Теперь я почему такой пессимист, потому что я знаю, кто захватывает власть. Захватывают власть абсолютные коммуняки, абсолютно с теми же взглядами на жизнь, абсолютно с теми же идеями. И, как всегда, методика будет та же самая, какая она была в тех 30 там с лишних странах, которые уже пробовали двигаться в сторону социализма, называйте его демократическим, либо национальным, либо интернациональным, либо таким, либо сяким. Что мы можем делать? Это мы должны начать растить наших детей. И вот лично я буду заниматься следующим. Я буду готовить программу. по интернету ли она будет, каким-то образом она еще будет. Которая, школу, которая будет учить родителей и бабушек, дедушек, как развивать детей в детях критическое и творческое мышление для того, чтобы они, когда они учатся в школе и когда что-то происходит, чтобы они не верили вот 100% тому, что происходило, чтобы у них автоматически происходило оценка с точки зрения логики. Я занимался этим много лет в Израиле. Я был художественным руководителем театра, обучающего театра в Тель-Авиве. Сейчас я, так сказать, работаю с целым рядом людей из России, из Америки, это самое, у которых тоже есть программы, связанные с развитием как бы вот такого, так сказать, критического и творческого мышления у детей. Дети, подростки, там, неважно, так сказать, можно. Да. И я думаю, что я лично буду заниматься вот этим, и как только я начну этим заниматься, у меня будет программа, я всех с удовольствием обещу, чтобы они все принимали в этом посильное участие, потому что я думаю, что люди, которые беспокоятся о будущем и о своих детях, должны начинать брать образование детей в свои руки. Мы это пропустили, мы отдали это школам, и сейчас мы это пожали, что называется. Что другие должны делать, я не знаю, но будем думать. Я думаю, что республиканская партия начнет предлагать что-то. Я хочу вас поблагодарить и сказать, что вы не только начнете это делать в будущем, а, собственно говоря, мы это делаем уже прямо сейчас. Тысячи, десятки тысяч людей смотрят наши с вами передачи. Десятки тысяч людей буквально за день или за два у нас огромное количество просмотров, поэтому наши с вами передачи появляются огромной популярностью. Прежде всего, вы и ваши передачи очень популярны. Я только, если смею, так сказать, добавить, то сказать, что, вы знаете, как говорят, народ без прошлого это народ без будущего. И, прежде всего, если говорить об Америке, то, конечно, Америка стоит на определенного рода ценностях. И потом возвращение к этим ценностям это возвращение к будущему. То есть наш путь в будущее он идет через возвращение к тем ценностям, на которых стоит Америка. Для нас, как евреев Америки, если мы говорим еврейской общине, это, конечно, возвращение опять-таки к себе. Поэтому это путь к себе. И то, чем я занимаюсь еврейским образованием детей и подростков, и взрослых, поэтому я надеюсь, что вы будете вместе с нами, тем более, что вы говорите на еврите, правильно? Вот у нас, например, сейчас в связи с этими беспорядками открылась Zoom Academy. Да, Hebrew Zoom Academy. У нас по воскресеньям семь преподавателей еврита. Большинство из Израиля, из Ульпанов, некоторые живущие здесь, и десятки, десятки людей изучают еврит, честно говоря, мечтая переехать в Израиль. Поэтому иногда, как сказать, нет худа без добра, и поэтому вот эти вот беспорядки напоминают нам о том, что, может быть, мы хотели бы забыть, но нам не дают. Поэтому ответ помнить. Поэтому мы продолжим наши с вами передачи. Я вас обнимаю, желаю всего самого хорошего, и будем надеяться, что это не перерастет в беспорядки ситуация и даже в конфликт. Поэтому надеемся, что американская демократия все-таки разберется не методами Лукашенко или других государств. Ну, будем очень надеяться, хотя если объявят, что Байден победил, а Трамп скажет, что он будет сопротивляться, то начнутся погромы. И слава Богу, что в настоящую секунду вы находитесь вдалеке от вашего города Лос-Анджелеса. Поэтому, как здесь говорят, stay safe and healthy, чтобы вы были здоровы и в безопасности. Всего доброго, спасибо вам огромное. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok